Привет, ты на канале Way Up Music, меня зовут Саша Вустайл, Оксимирон выпустил альбом Красота и уродство, это ты знаешь, и я запускаю рубрику, собственно, с декодингом его треков, так как треки абсолютно сложные для кого-то, для тебя может быть они легкие, если вообще легкотня, если ты разобрался, это видео не для тебя, вот, а все остальные, welcome, первый трек, у нас хоп-механика. Интро сделано в стиле идущей попрошайки по площади, которая напевает строки, что некие дяди Стёпы и магистраты тянут руки к сам издату, якобы какие-то тайные общества пытаются искоренить свободу слова, которое печатается посредством, собственно, печатного издательства Сам Издат. Читающий еврей это Мирон, а Матисьяху, с которым он себя сравнивает, это регги-певец. И вот, значит, Мирон, собственно, читающий еврей, двигается по галактике автостопом. Кино есть еще такое. Попрошайка просит помочь, собственно, чем можем, ну а если нет, то хотя бы подпевайте мою песенку, да? Опять же это можно отнести к Мирону, что ходите на мои концерты, покупайте треки на стриминг-площадках, да? Вот, а если уж совсем у вас денег нету, то бесплатно смотрите на ютубчики и качайте с телеграм-каналов, да? Жизнь, говорит Мирон, это про фарш или про теста. Вот, либо тебя порубят, либо замесят, наверное, это он имел в виду. И просит перечеркнуть его болезни одного дизайнера, который нарисовал логотип для Земфиры, собственно, вот он он, и вот так перечеркнул, типа, болеет Аксимирон, я не знаю, чем он болеет, и, собственно, хочет, чтобы болезни его ушли. Эй, йоу, я делаю декодинг так, как я думаю сам, где-то местами я подсмотрел, и если мое мнение не совпадает с твоим, то, блядь, это мое мнение, оно не твое. Вот, ты можешь думать как угодно, это же наша фантазия, наш разум, то есть это клево, что каждый может со своей стороны, это со своей колокольни, как бы, находить декодинг. И так, как ты видишь, ты всегда можешь мне написать в комментарии. Жив для противостояния угасанию, жид не ортодоксальный, а парадоксальный. Жив для противостояния угасанию, хорошая строчка, собственно, я жив для того, чтобы бороться, значит, и не угаснуть. Ну и жид, конечно, я парадоксальный считает, Мирон, так как в твоем стереотипичном сознании жиды все хитрые, ну не именно в твоем, а вообще хитрые, ушлые, хотят наебать, а он вот парадоксальный жид такой, типа, не наебщик, честный. Я опять же добавляю иронии со своей стороны, потому что, ну, не люблю, блядь, на серьезных щах, сильно на серьезных щах быть, типа, я, блядь, оксимироновед. Бартер за лечение в Аркхэме, пятый картер. Бартер за лечение в Аркхэме, пятый картер. Вообще, прикольная очень игра слов, типа, чтобы попасть в психушку, мне нужно лишь написать хип-хоп-альбом. Это такая бартерная сделка, то есть, замудрил, прикольно, оксимирон, в общем. А пятый картер, это альбом Лилуэйна. Желтый символ на пиджаке, не эмблема Гархард, тьма египетская на бездне, крещение Анхан. А, далее там что-то на еврейском. Дальше, оксимирон говорит, что батя возвращается трезвым, а в руке буханка. Ну и, собственно, опять связывает себя со стереотипом, что любит делать Мирон. И тут, прикинь, такой сдвиг парадигмы, типа, батя, который съебался, там, как бы ушел за хлебушком и не вернулся, и потом вернулся, еще и, блять, с хлебушком, то есть, ну это прям гениально, вот. И опять же, оксимирон, как бы, он исчез, да, за хлебушком, и, в общем, нам альбом, как хлебушек, принес. Также интересное сочетание годы опытов, как в себя прийти, чтобы к себе прийти. Ага, окси себя потерял, долго работал над возвращением, и, собственно, вот он долгожданный камбэк. Ага, и Мирон имеет в виду, что те, кто закрывает глаза на то, что творится в мире, собственно, они их и открыть не могут, потому что у них глаза от крови-то и слиплись, так как и руки в крови, в общем. Про Азамата я не в курсе, напишите в комментариях, пожалуйста, кто знает. А еще Мирон любит вот так бровь поднимать, одну, на фотках. Вот ебасоска-то. Музу развезло, инструктировать некому, похуй текст, ремесло, сел инкрустировать, эй! Ага, йо-йо, далее он говорит, что музу развезло, зажралась его муза, значит. Ну и, как-никак, текст это ремесло, значит, я буду его украшать. Инкрустировать, значит, украшать, за гугли. Я не пропустил ничего веками, так Курехин спит на сцене, ослы, это хоп-механика. Курехин спит на сцене, ослы, это хоп-механика. Короче, раньше была группа поп-механика, и они выступали, как я понял, с настоящими животными, ослами на сцене. А хоп-механика, это значит, что сейчас же хип-хоп-музыка сменила поп-музыку, теперь хип-хоп-популярная музыка. И, собственно, Оксимирон поп-механика сменил на хоп-механика, и, в общем, на сцене такие же ослы двигаются, как и, в общем, такая крутая игра слов. Думаю, ты понял. В припеве у Мирона ангелы поют под питчем, о том, что Ницше мертв, но, как бы, нихуя не так, бог жив. И черти пиздят, не верьте им, значит, Контора пишет. Короче, Оксимирон ебашит, он не умер, вот о чем это все. И им, как и раньше, движет Слок, он такой же сложный и охуевший. И он столько жижи написал, которое никогда не выйдет, что там какой-то Джон Гришам, гугли нахуй сам, курит в сторонке. И еще Мирон нюхал больше, чем Славой Жижик. Славой Жижик. Короче, это философ. Он вот так делал постоянно. Нюхает, как будто он. Когда рвало крышу, затворничал, как Бобби Фишер, но до сих пор никто из игроков не смог заполнить нишу. Второй куплет. Оксимирон урвало крышу, и он затворничал, как шахматист Бобби Фишер. Далее он говорит, что за время его отсутствия никто так и не смог встать на его место. Я сбитый летчик, так творить начал Йозеф Бойс. Мирон сравнивает себя со сбитым летчиком, и, мол, карьера его пошла под откос. И тут же приводит пример настоящего летчика, которого сбили, его зовут Йозеф Бойс. И после этого он стал художником и начал творить, стал популярным. И, значит, Мирон сейчас готов творить еще больше после такого крутого пике вниз. С мылом голяк, петля слабайся, скользнула, это знак, брат, еще рано умирать, слезай со стула. Йоу. А далее Мирон говорит, что не время для суицида, нужно воскрешать игру, так как в ней совсем нет текстовиков. Игра бедна текстовиками и соснула, пусть я в морге, но читаю зилаками и соснула. Тут как бы ирония, Мирон обращается к людям, которые считали, что он умер, что его творчество сдохло. Но он, как и зилаками, готов читать рэп даже после смерти. И зилаками, кстати, такой чувак, который вот вокруг вот этой темы вертится. Смерть, кровь, убийство. Прикольно, послушайте. Далее Мирон рассказывает, отчего, собственно, его карьера умирала. Где-то на рэвах, в Угаре, он вспоминал молитвы, которые призваны исцелить заблудшую душу. Знать, ушедших лиц, за то, что есть ценить. Я воспитал культуру, как сына улицы, мое второе имя, хоть не Майк Скиннер. Дальше Мирон говорит, что улицы это его второе имя, несмотря на то, что он не из группы The Streets. Да ладно, я стекусь, бро, не быть таким серьезным, серьезных часто ебут в рот. И для тех, кто напряг свои булки, типа, э, кто ты, улицы, ты, Баста Кастом, вот это улицы, а ты кто? Но, вот, для этих людей он говорит, дружище, не будь таким серьезным, как бы, мир любит весельчаков. Вот, и всячески им потакает, а, серьезные такие душнилые сосут. Ученую степень по Оксимироновидению я не получал. Да и считаю, что типы, которые будут на серьезных щах декодить Оксимирона, слишком серьезные. Значит, серьезные, а серьезные, как мы знаем, ебут в рот. Лайк, значит, и подписка, если тебе зашел мой декодинг. Меня зовут Саша Устайл, спасибо, что смотрел. Салам алейкум. Музыка. 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 Музыка.